Ой, была милая. В таких условиях вынуждена жить жительница Барнаула Светлана Крюкова. Сирота с врожденным генетическим заболеванием, а после врачебной ошибки еще и колясочник. Сейчас она снимает комнату, которую оплачивает с пенсии по инвалидности. Три квартиры. Дверки узкие. Получается, ей сюда, ну как бы не в туалет невозможно попасть, не в ванну невозможно попасть. На кухню на коляске попасть невозможно. Однако свое пространство для жития Светлана все же приспособила. Таким способом открываю и таким же способом закрываю. Это очень удобно. Несмотря на особенности, сама ведет быт, готовит, убирает комнату, заботится о двух домашних питомцах и даже работала в передвижном цирке. У пятерки вот эти не тяжело поднимать. Но я делаю, как, я вожу воду вот так, если вот, ну, на всякий случай. Потому что по-другому никак. Да, руки задействованы. Крутить же надо как-то колесо. После окончания вуза пришлось выселиться из общежития, говорит Светлана. Куда дальше идти, непонятно. Как сирота девушка должна получить жилое помещение. Сами же юристы университета подали в суд. Вот, что, ну, прошел суд на то, чтобы ускорили процесс на получение жилья. Вот, в суде, ну, суд прошел в 17-м году. Решение в силу законную пришло в 18-м в начале. Вот, и там у них было уже лично регионально, у них был срок. В течение трех месяцев они должны были предоставить мне либо временное жилье, либо уже саму квартиру. Ни того, ни другого они не предоставляли. Они писали описание, что у них нету средств выплачивать мне ежемесячную компенсацию по суду, да, чтобы я могла где-то снимать. Да, на временное жилье, чтобы арендовать там как-то. Около двух недель назад вдруг позвонили из ведомства, пригласили посмотреть квартиру. Доехали туда кое-как, еле-еле, да. Дорога очень длинная, но это на Южном, поселок Южный считается, да, и это очень далеко. Там рядом больниц нету, продуктовых нету. Ну, то есть как в поле в каком-то, вот эти несколько домов стоят, даже не асфальтирована эта дорога. Для коляски лифт узкий. Кнопки расположены довольно высоко. Но самое главное, квартира находится на девятом этаже, а лифт идет только до восьмого. Девушка шутит, ей нужен пропеллер. По словам Светланы, по решению суда, ей должны были предоставить первичное жилье на первом этаже, оборудованное необходимыми техническими средствами. Она написала, что, так как я инвалид-колясочник, по этому письму, которое ей дали, в комментарии написала, что я не было доступа, просто физического доступа нет к этой квартире, чтобы посмотреть. Ну, а нам сказали, что квартиры только такие, в девятиэтажках, в пятиэтажках, и самый низкий этаж, там, по-моему, третий, что ли, сказали. Вот, и все, и на том и закончилось. И мы сказали, сиди, жди, когда мы тебе позвоним. Хотелось бы комментарий от вас получить по поводу Крюковой Светланы Леонидовны, вот, жилья, как сироте, на какой она очереди, по счету, и... Запросы официальные делайте, мы по телефону такую информацию не даем. Мы направили официальный запрос в региональное жилищное управление, чтобы разобраться в ситуации и понять, когда Светлана сможет переехать из убитой коммуналки в свою, положенную по закону, квартиру. К этой теме мы обязательно вернемся. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.